И всем снова по привету, с вами снова канал Икс Лекс, и у нас снова в гостях Женя. И теперь мы с вами будем смотреть автомобильные гаджеты. Добрый день. Сразу у нас сегодня две посылки, быстренько открываем, быстренько смотрим, это не займет много времени. Так как я в авто... ну ты пока распечатывай, я что-нибудь буду говорить. Я буду шелестеть, ты будешь говорить. Да. Это будет карта. Да. Смотрим, что это? Это камера заднего вида. В комплекте у нас есть вот такой видеокабель, у которого вдоль проложены сигналы. Очень хороший кабель на самом деле. Насколько я не соображаю во всех этих причиндалах машинных, для меня это в диковинку первый раз увидеть камеру на задний ход. Также есть монтажный кусок скотча двустороннего. Он довольно толстый, чуть больше трех миллиметров. А для чего скотч это? Чтобы приклеить, да, к стеклу? Ну почему сразу к стеклу? У него есть другое посадочное место. Также в комплекте есть питающий кабель для камеры. Есть там он мануал. Ну и как бы и все. И теперь сама камера. Есть питание, есть видеовыход. Тип матрицы указан CCD. И камера у нас вот в таком исполнении. Она монтируется сразу с фонарем. Вот фонарь подсветки номера, видишь? Она ставится на крышку багажника. А это камера. Именно так устанавливается сам этот светильник. Камера смотрит одна назад. А камера не двигается, да? Она в одном положении. Ну, по идее, да. И теперь следующая посылка. Следующая посылка должна быть замечательной. А здесь у нас, ребята, двухдиновая магнитола. Присыл в такой жеваной коробке. Почта России на ней, наверное, не один раз с жопой садилась, да? Угу. Так как они грузят, они кидают посылки. Ну, короче, тут угол сбитый, там угол сбитый, тут угол сбитый. Короче, вообще мурак, ребята. Будем искренне надеяться на то, что содержимое целое. Ну, а даннако, нам пришло что? Здесь написано Car MP5 Player. Я MP3, MP4 слышал, MP5 слышу впервые. То же самое. Я вообще техники далек. Также здесь отмечено, что этот вариант на 12 вольт, а не на 24. Но, судя по тому, что все вот это вот здесь указано, значит, такая же версия бывает и для грузовиков. Итак, что же у нас здесь в комплекте? Вот такого я еще не распаковывал ни разу. Еще одна камера заднего вида, но это уже с подсветкой в круг. Вот какая из них лучше будет показывать, мы сейчас заценим. Здесь кабели интереснее сделаны. Здесь сразу идет вывод питающего и сигнального. С другой стороны видеокабель, и вдоль него проложено питание. То есть питание идет сразу от маффона. Такой тяжелый. Здесь есть два разъема стандартных, ISO. Также имеется пульт. Кстати, пульт интересный, если даже с кнопками положить, трубку поднять. Тут вам может симка вставляется где-то еще? Да симка вряд ли, скорее всего должен быть Bluetooth. Вот эта система. Для меня это вообще в диковинку, я первый раз вижу. Ты не видел такой маффон? Ни разу, ни разу. Я даже подумать не могу, что он из себя может вообще включать в себя. У него есть вон USB, видишь? Музыку, да, можно с телефона врубать? Зачем с телефона? Можно прям с флешки? Ну, и с флешки. Вот он, SD-карта сюда ставится. Есть вон крутилка громкости. Питание тут, пожалуйста, все, микрофон в нем есть. А вот это вот такие разъемы, как в DVD-плее, я видел. Видеовыход 1, видеовыход 2, то есть можно подключить к ней два монитора сзади. Кам-ин камеру сюда вход. Сейфеб-син, я не знаю, что это такое. И под GPS здесь предусмотрено отверстие, а самого разъема нет. А также здесь есть аус, маленький такой, видишь? Может пригодится для водителей, многие функции сыграть может. Ага, музыку, например. Ну, музыку это далеко не первое, уже не столь важно, музыка. По сравнению с тем, что вот можно просматривать фильмы, как я помню. Да. Но система очень многофункциональная. Блин, вот столько проводов, и попробуй разберись. Чтобы ее включить, нужно замкнуть два вот этих проводов. А вот как обычный пользователь подобной системы может знать, какие провода нужны с какими замыками? Обычному пользователю знать не нужно. Вытаскиваешь старую магнитолу, и вот эти фишки втыкаешь в новую. Это стандартный ISO-разъем. Давай попробуем включить. Звука мы от нее, конечно, не дождемся здесь в домашних условиях. А звук нужен динамик, да? Да, но в данный момент у нас есть только питание. 12 вольт сюда, а черный провод вот сюда. Развести по сторонам, чтобы они замкнули. И включаем. Для меня на данный момент пока она грудится, для меня загадка. Белка. Как это будет работать все? MP5, HD. Это пока что включилось в формате радио. Подсветка еще цветами не имеет. Вольт, звук. Давай знаешь, что сделаем? Я соберу другую конструкцию из проводов. И попробую подключить сюда камеру. И будем посмотреть, как он показывает камеру. Да. Я подключаю к нему камеру стандартными разъемами. Вот в данном режиме он нам типа якобы играет, а может быть пытается играть. Радио. Кстати, экран сенсорный. Очень хорошо откликается на... При касании пальцев. Экран все-таки резистивный. На него надо именно нажимать. Передаем питание на камеру. Вот, предположим, едет у нас Женя. Едет, едет, едет. А где-то остановился, надо ему развернуться. Он включил заднюю скорость. Загорелся сзади фонарь. И у нас... А что у нас? А пока что на экране ничего не выводится. Может, мы что-то не так подключили? Может, его в другую дырку надо включить? С ВВСИН она подключается к камерой заднего хода. Вот, все, замечательно. Видит она примерно. Офигенно, видит это очень классно. Давай попробуем другую. Какой особый. У нас еще одна камера есть. Хлоп-хлоп, и снова цветным засветилось. В принципе, на экране мы видим то же самое. Это камера лучше пишется. Это как камера называется, которая перед этим была? Это называется, она была в комплекте. А вот это мы получили отдельно. А, отдельно присылали, и у нее больше функций, да? Ну, качество получше. И дорога будет. А там тоже дорога есть? Там тоже, да. Я просто сейчас только заметил. Ха-ха-ха. Ну, давай я тебе покажу снова. Ну, блин, нет. То качество получше. У твоего обзора шли. Да, да, я понял. Да, ну, в принципе, с камерами разобрались. Хоп, выключил заднюю передачу. И снова радио. Ну, короче, как-то так. Они свою функцию выполняют в полной мере и очень качественно все делают. А выключается он как? Хопс, и все. Ссылки на весь этот товар, как всегда, будут в описании к видео. Если интересно, сколько это стоит, жми и посмотрим. До новых встреч. А с вами был канал XLEX. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.